Окупанты лезут в пустые, заброшенные дома. Они не залазят в квартиры, в которых живут люди. Окупанты залазят, например, в дома, которые люди покупают и приезжают там раз в месяц в Испанию отдохнуть. То есть они уже знают наперёд, что там никто не живёт, и поэтому они туда залазят. Потому что представьте, если вы живёте в квартире, и к вам залазят оккупанты, вы вызываете полицию и, в общем, сидите им в тюрьме. Если у собственника есть дети, и он не живёт с ними круглый год вот в этом доме, я думаю, что сложнее. Но опять-таки я не адвокат и точно вам ничего не скажу. Знаю, что просто с оккупантами сложно, потому что они знают законы очень хорошо, они знают, что они защищены законом. Вообще, как возникла в Испании эта тема с оккупантами? Государство Испании подумало, ну людям же негде жить, а тут стоят себе пустые дома, квартиры, в которых никто никто не живёт. Значит, скорее всего, это их дачи, значит, скорее всего, у них есть возможность там не жить, значит, скорее всего, это их, типа, второе жильё, да? И поэтому, ну почему бы нет, людям-то жить негде. То есть государство, вместо того, чтобы бороться самим с тем, что людям негде жить, строить там какие-то здания, дома, для того, чтобы туда приходили люди, оно решило за счёт, так скажем, собственников недвижимости, решить вопрос вот тяжёлых ситуаций. Правильно это или нет, судите сами, потому что мнение релится на два. Одни считают, что и правда, если у тебя 2, 3, 4 квартиры, особенно если эта недвижимость принадлежит компании, то почему бы и нет, как бы, почему бы не помочь людям? Не нужно быть эгоистами. С другой стороны, люди говорят, я всю жизнь работал, чтобы заработать на эту недвижимость, чтобы кто-то чужой в неё залез и имел больше прав, чем я. А что вы думаете на этот счёт?